с утра прям сразу видос неожиданно заезжаем лев бригадир взялся за работу примерно по срокам зрителей сколько будет если камни с неба не не будут лететь мешать нам погодные условия думаю неделя-полторы данный забор 83 метра будет построен 83 метра у нас идет конструкцию все что нужно здесь уже есть сейчас привезли получают арматуру да и арматуру для армировки столбов для бетонирования комплект заборов стойки направляющие панели и декоративные панели так замес вы сами делаете получается цемент у нас тоже это цемент или уже готова нет это цемент сегодня приедет все буду показывать вам поэтапно как будет проходить работа а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Завершаются работы по забору. С этой стороны, как вы видите, уже все сделали. Сейчас покажу там дальше, что делает очень быстро, качественно. Получилось то, что мы хотели с супругой. Есть несколько цветов, и из всех цветов вот это самое лучшее сочетание. На мой взгляд, вот этот коричневый цвет и сверху кремовый светлый или слоновую кость. В общем, темно со светлым. Так как у нас еще дома идут желтого цвета, прям идет конкретно, как вы видите, стыковка по цветовой гамме. Также с той стороны уже окантовка сделана. Тут все это дело выставили, и пока в процессе. Забор состоит из нескольких частей. Проф-настил с двух сторон он окрашен полностью. Очень прочный, такой вот рифленый. По толщине, потолще будет, чем обычный стандартный забор. Вот такие. Вот тут дом покупали, и уже в стандарте входит вот этот проф-настил. Тут как делается? Сварочные работы ведутся. Он имеет лицевую сторону, и вот эта задняя сторона. Но задняя сторона, как вы видите, всякие там железяки. Все не очень презентабельно. С этой стороны я буду закрывать все это дело такой, как имитация бруса. Красиво сделаю, как будто тут из дерева. А вот с этим забором тут такой проблемы нет. Здесь двух сторон получается окрашены. Вот эта штука идет, верхняя окантовка, вот она отдельно. Тоже с двух сторон. Идет сеточка вот такая, в верхней части. И смотрите, собирается, как рубик-кубик-конструктор. Стойки идут. Все это дело, естественно, заливается на полтора метра. Там варят из металла внизу вот этот каркас, чтобы все это крепко дело могло стоять. И устанавливают эти столбы. Потом закидывают в пазы сам профнастил вот сюда. Просто закидывается профнастил. И сверху есть вот такие направляющие заглушки. Они вот приподнимаются. Тоже так же закидываются в пазы и защелкиваются. Все это дело по уровню выравнивается. В итоге получается вот такая конструкция. Также вот верхняя вот эта планка тоже закидывается в пазы. И здесь на болтики прикручиваются. Если вдруг понадобится вам куда-то перевести забор, но вдруг вы переехали и решили забрать забор. Ну или нужно разобрать забор по какой-то причине, я не знаю. Очень просто. Вы просто откручиваете там пару болтиков. Это можно сделать самостоятельно, без специалистов. Пару болтов снимаете верхнюю вот эту заглушку, планки. Вот эти тоже болтики снимаете. Профнастил убирается. Все. И у вас есть доступ. Вы можете спокойно пройти туда-обратно. Также снизу планочка убирается. Ну на тот случай, если, я не знаю, там у вас в такой момент, вы привезли там какой-то товар или щебень должны просыпать, или еще чего угодно, что там угодно может случиться, то на этот случай, пожалуйста, он разборный, как лего. И самый главный, важный момент, с двух сторон он выглядит красиво. Я только заехал, соседей тут у меня пока нету. Дома идут на продажу, новые дома. И заезжает новый сосед, мы с ним поделим вот этот забор. Именно вот эта сторона с ним напополам. И при этом у него будет тоже чистовая сторона. Не будет выглядеть как вон там. С любой стороны красиво. И все при этом, ребята, собирается очень грамотно. Смотрите, вот. Все по уровню. Здесь в этом заборе, кстати, очень важно выдержать уровень. Единственные, как бы, ну не то, что минус, а трудность сбора такого забора, в отличие от обычного, вот, где сварка. Там можете варить, наляпать, как бы, более-менее выдержать уровень. И нормально. Здесь, если вы не выдержите вот уровень, от самого начала до вот оконцовочки, да, то в итоге у вас просто вот в эти пазы не смогут закинуть профнастил. Поэтому тут заморочка прям жесткая идет с уровнем. Но зато плюс заключается в том, что хотят установщики того или нет, они должны сделать все ровненько, чтобы в итоге у них все получилось. И в итоге получается, что забор идеально ровно выходит. Все, и мне не нужно этот момент контролировать. Типа, ребята, давайте делать ровно. Хочу я этого или нет, или они хотят того или нет. Это все дело будет делаться ровненько. Так что у меня тут осталось совсем чуть-чуть. Сейчас они тут оставили местечко, пока туда-сюда ходить. Все это закидают, инструменты с той стороны уберут. И закроют последнюю дверь. Ну, последний профнастил. Чтобы не получилось, как в мультике, ну, погоди. Сам себя тут закрыл. И там остались. Вот могу показать. Вот как они тут закидывают. Вот это с другой стороны. Вот заглушки идут. Верхние вот они. Просто вот так закидываются и все. Вот таким образом выглядит. Красота просто. Теперь у меня прям четко видно. Смотрите, вот мой двор. Уже можно планировать. Здесь всякие разные постройки. Ну, в общем, планировка, ландшафт и все такое. Единственный такой момент. Здесь при строительстве вели всякие работы, коммуникации проводили. И земля неправильно выровнена. Перепады большие очень есть. И склон такой небольшой получается. Как вы видите, там забор идет. Снизу щель маленькая. Сюда она, смотрите, увеличивается. А вот в эту сторону щель вообще большая. Тут было несколько вариантов. Типа давай сделаем это все дело как этими ступеньками. Мне это не нравится. Я тут буду все это дело выравнивать. Конечно же. Единственный момент. Сейчас буду думать, что делать вот это с низом. Тут вариант какой. Дождаться соседа, он будет выравниваться. Мы оба сделаем засыпку и все нормально. Но пока заедет этот сосед, я долго буду ждать. Тут придется как-то что-то придумывать, в общем. Смотрите, вот высота какая получается. Там нормально высота, а здесь вон ширина пошла. Но это все ерунда. Мне самое главное, чтобы сам забор шел четко по уровню. Все остальное не так важно. Вот и по высоте, вот я сейчас могу сказать. Вот. Я метр семьдесят три. Вот где я нахожусь. Примерно вот чуть ниже этого. Все, никаких соседей, никого я не вижу. Меня никто не видит. Все четко, отлично. Мне нравится. Вот, по низу думал сделать фундамент, конечно. Но посчитал, блин, фундамент, конечно, выходит просто жесть, как все это дело дорого. Но тут даже дело было не в дорого. Не в то, что мне надо будет потратиться. Мне, не знаю, мое личное мнение, ну, не нравится вот, когда под забором вот эта бетонная полоса идет. Как-то это все дело так, не знаю, по-колхозному выглядит, что ли. Не нравится, короче, мне. Может, кто-то со мной, конечно, не согласится. Может быть, конечно, бетон это правильно и все такое. Но меня это не прикалывает. Неохота мне видеть вот эту бетонную часть. Я лучше что-нибудь тут организую как-нибудь по-другому. Вот. Вот он в заглушечке лежит. Сейчас жду, когда у меня работники придут. Так что, ребята, это своеобразный еще отзыв, ролик. Если кого будет интересовать такой забор, ну, он стоит, скажу сразу, недешево. Вот этот забор 86 метров, если я сейчас не ошибаюсь. Ну, грубо говоря, 86 метров. Вот с высотой 2 метра. Вот все вот эти направляющие профнастил, заглушки, вот все, что вы здесь видите, вот полностью забор 86 метров. Это все дело обошлось мне 215 тысяч. Это просто материал сам. Вот, просто материал. Ну и еще плюс работа. Работа тоже, как договоритесь, зависит от того, какая будет глубина у вас бурения. Здесь у меня идет до полтора метра, забориваются. Ну, это минимум 1060 у вас уйдет на оплату самой работы. Если вы фундамент, например, хотите сделать, да, ну, вот эту ленту провести, то это еще, не знаю, ну, минимум сотня, наверное. Я не считал, если честно, сколько тут, я думаю, что дохерища кубов бетона нужно будет. Здесь, в принципе, мне и не надо. Вот, смотрите, здесь я чуть-чуть засыпку сделаю и уже нормально. Там просто у меня получается маленько, вон, перепад. Засыплю ровненько, остается небольшая щель под забором для продула. И, в принципе, нормально. Потом у меня здесь, конечно же, будут всякие дорожки, бани там. И, ну, все, что нужно тут. Газончик, все такое. В итоге у меня будет нормальная площадка. Так что заборчик вот такой, 86 метров, мне обошелся. Со всякими там мелочевками. Если округлим это все дело, грубо говоря, рассчитывайте на 300 тысяч. вот, можете, конечно, сделать обычный профнастильный, профнастильный вот такой забор. Кто-то сейчас скажет, блин, ты что, с ума сошел, что ли, блин? Так это можно сделать самому. Можно сделать дешевле. Да, ребята, можно сделать самому. Мне, у меня нету время делать самому. И нету желания делать самому. Я предпочитаю заплатить, и пускай мастера делают свое дело. там, становиться балериной, при том, что я не балерина. Мне, как бы, это не надо. И я хочу, чтобы у меня заборчик такой был уютненький. Вот почему именно такой выбрал. Потому что он, видите, он уют создает. Вот эта окантовочка, такая, как будто вязаная что-то там. Вязка такая. Как будто из ткани. коричневый цвет с этой окантовкой. И это уже смотрится не как просто тупо забор. Вот, просто, блин, гребаный забор. А смотрится, как двор. Уютненько все. Вот газончик у меня будет. Вот смотрите, здесь просто трава выросла. Ну вот газон. Представьте, коричневый цвет. И вот эта штучка. Сочетание с домом. И потом у меня здесь будет бассейн. И все такое. И будет уютно, красиво, приятно. На таких вещах, я думаю, экономить не нужно. Потому что ты всю жизнь, блин, будешь жить здесь. Всю жизнь. Каждое утро я буду выходить и смотреть на этот забор. Я предпочитаю выйти и посмотреть на просто обалденный мой красивый забор. Нежели выходить и смотреть на вот это железо. Просто тупо железо. И вот этот момент я не понимаю тоже. Вот с этой стороны не крашеная. Ну, купите вы какой-то профнастил. С двух сторон цвет какой-то, чтобы был покрашенный. Ну ладно, тут как бы дом покупали, сэкономили люди, застройщики. А так, тут у меня будет, представьте, вот сейчас все деревом закрыто красивым. Будет вообще по красоте. Еще забор тут, вот эти оборота поменяю на автоматические. И будет вообще четко. Вот. Это у меня с этой стороны. Красота, ё-моё. Шикардос. Вот итоговая. Тут, конечно, нужно будет почистить, потому что все дело лежало у меня под дождиком. Вот заглушки, вот болты такие. Вот это у меня чистовая сторона. С той стороны уже прикручивается. Красота. Ну, все. Кому нравится, я в описании ролика напишу, как называется этот забор. Я сам живу в городе Уфа. Пригород. У меня здесь дом. Забор покупал в самой Уфе. Есть там две организации, что ли, кто занимается именно такими заборами. Называется Гранд Лайн. Именно вот эта фирма Гранд Лайн. У них там всякие 3D-заборы, еще какие-то заборы. И вот эта тема. Это своеобразная новая фишка. Не все это делают, потому что дорого, но зато красиво и презентабельно все это дело смотрится. В описании ролика можете зайти посмотреть. Также оставлю контактные людей, которые это все дело делают. Организации тоже немного по Уфе, кто их берется именно за этот монтаж. Потому что тут есть свои сложности. Но зато сделали четко. Все. Мне нравится. Обещали там. Ну, срок поставили больше. В итоге я получу результат работы. Наверное, раза два быстрее они сделали, чем они сказали. И при этом не напрягают ребята. Просто приходят, делают, уходят. Приходят, делают, уходят. Все. Я даже не понял, как они это все дело сделали. Просто сделали и все. Попросили у меня там несколько ведер воды. Все остальное сами привезли. Песок привезли. Материал они привезли. Всякие инструменты. Все свое привезли. Спросили у меня. Единственное, чем меня, так сказать, напрягли. Говорит, где у тебя розетка, куда подключиться к электричеству? У меня вон, выведено на улицу. Я говорю, вон розетка. Можешь чуть-чуть еще воды налить, чтобы заливать бетон. Я думал, сейчас там воды понадобится. Нет. Раз, наверное, 6-7. Сколько там, по 3-4 ведра воды я им выносил. Все. Польши от меня ничего не хотели. Сделали свое дело. Говорит, вот один-два дня и все, закончим. Все. Охеренно. А представьте, сколько я бы этот забор делал. Один. Ну или там, там, братана позвал. Да мы заколебались бы это все дело. Строить, блин. Всю жизнь бы строили там сезон. Говорили про это. Сидели, бухали. Рассказывали, как мы делаем забор. Как это любят делать в России. Начинают строительство. Дед еще начинает. И потом внуки продолжают эту стройку. Потом всю жизнь на всех праздниках и сборах рассказывают, как они это делают, как по одному кирпичу. Я так не люблю. Нахер это надо. Все. Вон херакс и забор. Херакс дом. Все. Позвал, сделали. Все. Так что зацените мой заборчик. Напишите комменты. Если будут у вас какие-то вопросы, может что-то я тут не учел, отвечу. Всем пока. Закончили работы. Сейчас идет процесс чистки забора. И на этом уже все. Итак, закончились все работы. Все инструменты ребята собрали. Мы попрощались. Оплату провели. И они уехали. Теперь можно насладиться моментом. Вот наш красивый дом. И уже четко очертание нашей территории. А такую возможность дает именно забор. Теперь можно уже сделать реально планировку. Очень доволен работой. Потому что сделали все очень быстро, четко. Все грамотно. Просто пришли, сделали и уехали. Вот это я понимаю работу. И можете, кстати, вот насладиться, как это все дело красиво получается. Вот здесь, например, солнце падает. Вообще все. Красота. Вот примерно вам покажу. Будет маленько отсвечивать с этой стороны. Там у меня идет входная группа. Это заезд. Там дверь, калитка. И пошел заборчик. Вот так. 86 метров. Тут идет поворот. Смотрите, здесь идет такой момент. Вот эти болты. А тут наверху можно уже заклепки поставить. Вот здесь. Но уже так же болтами. Есть два варианта, какой хотите. Я выбрал вот эту верхушку заклепки. И все в один цвет идет. Вот так вот выглядит. Там у меня жена ходит. Где-то там, вдалеке. Наслаждается заборчиком. Нужно это сначала осознать. Посмотреть на это долго. Там постоять, посмотреть. Там постоять, посмотреть. Поспать, утром встать. Еще раз постоять, посмотреть. И все. И потом начинаешь привыкать к своей территории. К красивому забору. Вот. Так что смотрите. Это идет у нас продолжение. Там поворотик. Ну и до упора, конечно. И как я говорил. Вот этот момент у меня только здесь будет засыпка. Буду ровнять участок. И до туда еще. Все получилось в итоге очень красиво. Все, что я видел на картинке в журнале. Как он должен выглядеть. Выглядеть. Так все и выглядит в действительности. Советую вам такой заборчик. Многие про него просто не знают. Есть стандартные заборы. Которые варят. Сварка. Есть 3D заборы. Еще какие-то там. Ну можно из камней и так далее. Но вот это такая золотая середина. Да, цвета можете повыбирать. Ну и из всех цветов это самый нормальный цвет. Нет, зачем? Ну есть, например, вообще светлый. Полностью светлый. Но если вы берете совсем светлый, наверху вот эта окантовка сливается с низом. И получается такая штука, что вот именно вот такая вот окантовочка уже не будет проявляться. И весь смысл данного забора теряется. Короче, фишка этого забора вот в этой линии белой. В сочетании с коричневым. Все остальные цвета я могу сказать ни о чем. Даже не пытайтесь. Все, заборчик готов. Ссылки в описании. Звоните. Ребята подлетят. Все сделают и улетят. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok